Всем доброе утро, мои хорошие. Новый влог. Какой же это день, твою мать? Пятый? Да. Пятый день. Уже совсем потерялась в числах, в днях. Сегодня я проснулась не у себя дома. Где я? Вчера у меня была жуткая тусовка. На самом деле, никакой тусовки не было. Просто приехала моя подружанька. А сейчас будет шампанского в бассейн. Едем в бассейн. Будешь убирать мой бассейн и сливать воду в моем бассейне, где я буду пить шампанское? Ты же моя подруга. Я для тебя, Хоцита, помою перед этим бассейн. Я тебе помою бассейн, чтобы ты купалась в чистоте. Потому что я тебя люблю. Ну вот, моя подружка вернулась, наконец-то, с Мальдив. Отдохнула хорошо, привезла нам хорошую погоду. Нет. А у вас там тоже, кстати, особо солнца и не было. Да, отстой вообще полный. Так что вот так вот сегодня начинается влог. Вчерашний день был такой короткий. Извините, пожалуйста. Я, кстати, очень много снимала. Рассказывала про то, что у меня старая душа. Есть молодая душа. Карина вообще не в теме. А потом я решила все это вырезать, потому что подумала, что лучше эту тему получше... Ну, короче, да, получше изучить и более правильно объяснить, рассказать. Если вам будет интересно, расскажу по поводу старых молодых душ, потому что у нашей души тоже есть возраст. Хорошо, иди в бассейн почистить. Да, это я и сделаю. Короче, как вы могли догадаться, то, что сейчас в трендах, в хайпах, это мы и будем сейчас обсуждать с подружкой, потому что все это делают... Лютик, извините, занял мое место, в котором я планировала сидеть. Вообще-то все в этом доме это его место. Ладно, я в бассейне посижу. Нафиг мы покупаем дорогие камеры, если можно на эту записывать. Просто, знаешь, настолько другая атмосфера, когда эта камера стоит перед нами. Более живая. Да, когда мы ставим большую камеру, красимся, марафетимся, все, сразу как будто другие мы. Короче, что в трендах? Начнем с того, что, конечно же, мы посмотрели видео Никиты Лола. Между прочим, мы с ним раньше общались хорошо, но это было давно очень. Ну, не суть, вот, я могу так сразу сказать, я не следила за инстасамкой, для меня это, ну, как сказать... Не твой контент. Не мой контент, да, мне это было неинтересно, я знала, что там инстасамка какая-то есть, которая там популярная, и то я про нее узнала только, когда вот это ограбление, типа, было. Причем, я реально говорю, что вот, я даже в другом видео с вами говорила, что я прикалываюсь над тем, что, ой, типа, ее ограбили, ха-ха. Да, и потом мне было стыдно за это, потому что я переживала, думала, вдруг действительно реально человека ограбили, а я так вот, ну, издеваюсь над этим. Но, как оказалось... Не зря ты уже знала. Как оказалось, все это был такой прикол, причем я реально, ну, как бы не знала, да, до последнего, правда это или нет, да я как бы и не задумывалась, правда или нет. Но для хайпа, конечно, бомба, чего уж говорить. Но с другой стороны, мы с тобой, помнишь, как поступили тоже отстойно, мы сделали, что мы поссорились. Но понимаешь, это, блин, да, мы такое тоже сделали как-то, мы удалили друг друга из друзей ВКонтакте. И это все, да, по-моему. Это все, что мы сделали. И в названии сделали ролик, мы поссорились. Да, и потом мы просто сняли видео, что мы поссорились, типа, почему наша дружба, типа, закончилась. Но это было давно, и это все-таки, я считаю, можно даже не сравнивать. Отчасти это было правдой, потому что наши отношения тогда были... Мы многое ругались. Мы не ругались, но такие, не совсем гладкие были отношения. Так что не обижайтесь на нас. Но кто-то испугался, капец. Люди писали, что они прям, сердечко у них разрывалось. Так что, по сути, мы тоже не блещем умом. Но с другой стороны, когда мы выпустили видео, то есть это произошло, наверное, ну, дня три, может быть, это держалось. То, что вот мы друг друга просто удалили из контакта, и все. Это был пранк над вами. Мы не планировали, типа, вечно быть в ссоре. А потом, когда мы сняли видео, мы сразу в видео сказали, типа, ребята, сразу извините, мы дружим, все хорошо, мы вас любим. Привет, ребят, меня зовут Юля, а это Карина, и... Хайпанем немножечко. Простите. Да. Хотя я понимаю, что это рабочая система, да, что хайп какой-то людям приходит, но я считаю, что это не тот хайп, это не та популярность, которая нужна человеку. Ну, вот, типа, знаешь, они, я так понимаю, они зарабатывают чисто на том, что концерты, там, прослушивание каких-то песен... Конечные ставки, никогда не ставьте, никогда не ставьте, пожалуйста. У нас другая история, потому что для нас репутация очень важна, и я думаю, что для многих уважающих себя блогеров репутация очень важна, потому что мы сотрудничаем с крупными брендами, известными по всему миру. Не со ставками, мои хорошие. Не со ставками, всё такое, то есть у нас классные проекты, о которых можно только мечтать. Карина вот в Нью-Йорк ездила, меня тоже, кстати, звали в Америку, но у меня нет визы, поэтому надо этим заняться. И сейчас тоже у нас будет классный проект, ну, в общем, у нас постоянно какие-то клёвые проекты, потому что мы... Дорожим своей репутацией. Да, и мы не занимаемся вот такой фигнёй. Может быть, у нас не так растут просмотры, как у этих людей, которые прикалываются на ограблениях. На фигня. И на, там, авариях. Да. Но я считаю, что такими вещами шутить нельзя ни в коем случае. Да, это всё шутки, пранк, типа приколы, хайп, но я считаю, что это неправильно. И человек, который говорит про Бога, такие вещи делает для меня тоже немного странно. Ну да. А он говорит, мне пофиг. Типа, это тупо. Да, да, да. Мы... Я не знаю вообще, зачем мы всё это смотрим, наверное, потому что я в целом люблю российский ютюб, и для меня с самого моего, не знаю, детства все конфликты — это лакомый кусочек. Я люблю, когда вот я смотрю и думаю, ну, ё-моё, зачем я это смотрю? Ну, я это смотрю, потому что конфликты всегда интересны. Ну, всегда интересны, во-первых, а во-вторых, мы же должны быть в курсе того, что происходит. Тем более сейчас это везде. Да. В общем, что я посмотрела? Рассказываю, сколько драгоценного своего времени я потратила на всю эту фигню. Я посмотрела влог с концерта инстасамки. Нет, это я не стала. Я смотрела, чтобы просто понять, хоть узнать вообще, кто это, что это, потому что я только видела сторисы про ограбление, и какие-то там слышала, кто-то там у неё концерт, и всё. Посмотрела влог, офигела, конечно, были даже моменты, над которыми я поржала. Это знаете, как я смотрю пацанок? Вот я смотрю на пацанок, мне там жалко этих девочек, потому что у них у всех тяжёлая судьба, и они поэтому становятся такими там злыми, там у них проблемы, всё такое. Но они там ругаются матом, какую-то дичь, я над этим ржу, просто потому что для меня это типа... А как? Что вы творите вообще? Тут то же самое, да? Тут то же самое. Это вот опять же-таки жалко человека, потому что понятно, что адекватный, нормальный человек не будет себя так вести. Я уже говорила в своём видео, что я тоже могу поругаться матом, я тоже могу выпить алкоголь, но я никогда это не делаю вот так вот, как это делают те ребята. И потом я посмотрела, понятно, сначала я смотрела видео Никиты Лола, поставила на паузу, посмотрела влог, потом продолжила смотреть видео Никиты Лола, потом вышел у Амирана выпуск вот этот, новое шоу, как оно называется? Новое шоу. Как называется? Вот это я посмотрела... Это просто взрыв башки, у меня так бомбило, я вот реально... Там был комментарий, извините, что перебила, типа никогда мне не хотелось так втащить человеку. И я смотрела с такими же мыслями, я добрый человек, не желаю никому зла, но это просто... Человек противоречит себе на каждом шагу, и настолько мерзкие вещи, говорит, Яна знаю, Яна уважаю, мы с ним очень хорошо, типа, знакомы, и поэтому я знаю, какой он хороший человек, какой он талантливый, как он круто делает контент, и не важно, откуда он берет идеи, как бы он просто делает крутой контент, и этот сидит, и Амиран очень четко, точнее его монтажеры, вставляли отвратительные, абсолютно безвкусные вайны. А мне кажется, они там все такие, я не смотрела, правда, но мне кажется... Наверное, все, но он вставлял в нужное место, и ты смотришь, он говорит, у меня самый офигенный контент, я не понимаю, почему меня не смотрят, и потом просто он чемоданом выжимает зубную пасту, и ты думаешь, скажи еще что-то Яну, который, блин, красится в Билли Айлиш и поет песню, типа, офигенно. Слушай, ну у Яны просто, я считаю, невероятная выдержка, потому что... Ну просто это вот, как бы, видите, человек воспитанный, адекватный, тоже дорожит репутацией, и тут все понятно, и как бы Олег, Вася, это вообще... Ведь реально есть такие люди, мне не верится просто, что... Прикиньте. Прикинь, я бы такая была. Ну я бы с тобой не общалась с тобой. Ну нет, это конечно нет, я бы просто начала говорить, Да ты вообще лохудра, ты вообще видела с моей статистики, там, 30 тысяч лайков на фотки, вообще цифры, цифры, цифры. Ну да, это ужас. Я понимаю, когда... Вот даже знаете, люди, которые чего-то добились, высот каких-то невероятных, они даже никогда не будут кричать о том, что посмотри, чего я добился. Мне Оск постоянно приводит в пример Хабиба Нурмагомедова, у которого миллионы денег, у которого, не знаю, поздравляет вся страна, обожает и любит, на которого подписаны многие знаменитости Голливуда, а он не фоловит их обратно, типа. И человек просто ходит всегда там в серой футболке с Адидаса или Рибака откуда-то. И всё, у него нет ничего, у него два гелика самых новых и офигенных, а он их даже не снимает. Ну то есть настолько вот разные люди бывают. Да, ну вот об этом как бы и речь, когда у тебя очень много и за душой, и там каких-то материальных вещей, ты не будешь об этом вот рассказывать, кичиться, как он говорит, ты не будешь об этом вот так вот... У меня на 4 миллиона прослушивали на альбоме! Вообще, вообще, вообще! Ты не будешь об этом делать, какие-то там видео рассказывать, да, везде кричать, что я зарабатываю миллионы, я купила, вот просто я купила родителям дом! Это вообще меня взбесило, я думаю, серьёзно, с первой зарплаты в лиге футбола он купил себе хату в Америке, дом родителям. Вообще, что? Он хоть знает, какой налог бешеный на дома в Америке, я не знаю, там налог, блин, в половину равен сумме покупки дома, мне кажется, ну если так сложить за все года. А там гигантские налоги. Зачем ему там квартира? Люди, которые живут там в вечности, они не покупают там квартиры, а он получил... Короче, мне просто, знаете, внутри бомбит от того, насколько он себе сам противоречит каждые пять минут. Есть моменты, в которых он себя оправдал. Про иконы, например, всё понятно, то есть он имел в виду ненастоящие иконы, всё равно фраза тупая, конечно, но как бы здесь его можно понять, там его можно понять, но в целом абсолютно люди мне неприятные, и я как бы просто не понимаю людей, которые с ними останутся после того, как вся эта шумиха спадёт. Короче, следующее, что мы посмотрели, как раз-таки, это пушка, где Ксюша Хоффман... Ксюша, это у тебя тоже невероятная выдержка, берёт интервью, тоже общается с этим Олегом. И я решила оставить там комментарий, ор выше гор, куча смайликов ржущих, в голоса Ру с комментов. Это тебя там на негатив или почему? Да, мне пишут негатив, а чё тут не так? Ах, кто-то пишет Юле сердечки, потом кто-то написал, я тоже орусь тебя, особенно с твоих песен. Зашёл на твой канал, тоже проорался. Иди, на, вообще, ха-ха. Ну, короче, все пишут, вали, вали. Почему, если ты наоборот, типа... Мне, ну, как бы, мне пофиг. Нет, я просто... И самоплачу. Мне пофиг, вообще, не трогайте меня, мне, я вас пофиг, гадости мне не пишите. Я оставила комментарий просто потому, что вот у меня такое бывает, когда я хочу оставить комментарий, я прям пишу. Мне всё равно, о чём мне там поотвечали, потому что они просто не поняли тебя, мне кажется, не знаю, они подумали, что ты за Олега, может быть, поэтому такую фигу не начали писать. Ты, наоборот, похвалила аудиторию, которая, блин, посмотрев это интервью, написала такие смешные комментарии, потому что с комментариев я тоже поржала жесть. Очень умно, эти мемы, никто-никто, типа, Олег вот что-то там говорит, это очень смешно. Я хотела найти самые ржачные комменты в чате видео, да, потому что я вчера просто чуть не... я вот в голос орала, в разу... На самом деле, блин, они добились чего хотели, мы сейчас сидим и обсуждаем. Но вы... ну, блин, это интересно. Я сама любитель большой послушать чьи-то мнения по этому поводу. Очень мне обидно за то, что мы сейчас тоже рассказываем об этом вам, хотя, может, вы не знаете вообще об этом, и сейчас вы узнаете, ещё, не дай бог, вам они понравятся, и вы подпишетесь, хотя я не знаю. Ну, не знаю, мне кажется, надо быть совсем отбитым человеком, чтобы такое нравилось. Это можно посмотреть ради интереса, просто понять, о чём я была. Да, ну, так, чтобы, как бы, фанатеет, не понимаю. Я думаю, 4.19, вот это мне понравилось, вот эти все. 4.19, я не люблю осуждать. 4.20, я осуждаю их работу. Ну, типа, там столько таких фейлов, я вчера просто взорвалась. Я не люблю, когда мне льстят, я люблю, когда мне льстят. Ну, хотя, нет, на самом деле, вот про лесть он сказал, я любил раньше, когда мне льстят. Поэтому там очень много придирается к его словам, хотя на деле он просто плохо выражается. Ну, да, человек просто не может сформулировать нормально свои мысли и как бы вспомнить, что он говорил 5 минут назад. Поэтому получается каши, над которой все угорают. Ну, может, он переживал. Ну, да. Я жду, чтобы Никиту Лола позвали туда, потому что сейчас этот Олег говорит, что это, типа, ну, разоблачение, которое они проплатили ему. Даже если это так, вдруг окажется, ну, вдруг, вряд ли, да, я не особо в это верю. Какая разница, если вы все равно в луже? Да. И что бы вы ни говорили, вас уже, типа, не особо любят. На самом деле, кибербуллинг — это отстой. По сути, они сейчас подвергаются жесткому хейту. И так тоже не совсем, возможно, правильно. Но, блин, я просто желаю, чтобы вот все это, вся эта шумиха, наконец, улеглась. И все про это забыли. И в идеале, чтобы, ну, люди стали умнее и подписывались на более правильный контент. На National Geographic. Да-да-да-да. Но знаешь, что я хотела сказать? Для меня это абсурд какой-то, вообще, сюр. Я не знаю, как это назвать. Говорит, то, что меня родители там не любили, просто кучу бабок мне приносили. На, типа, держи. Я хотела, чтобы меня просто искренне поздравили. Но и что такое? Типа, вот, они такое делали, я там грустил, все такое. Мне было одиноко. Но я им благодарен за то, что они так херово со мной поступали, потому что я стал сильным, типа, того. Но и мне пофиг на всех. Спасибо родителям за то, что я стал таким чёрствым, типа, человеком. Холоднокровным. Я рада, что меня так круто воспитали. Спасибо большое. Как так вообще можно? Ладно. Чёрт, знаешь, чёрт, 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 чёрт. Пожалуйста, господи, где же этот комментарий? Блин, сейчас его не найду, но я с этого просто дико взорвалась. Короче, где он там рассказывает, что он жил в Макдональдсе, и он каким-то своим знакомым позвонил. Блин, ну почему я не могу найти эти комментарии? Он каким-то знакомым позвонил, типа, и захотел прийти к ним помыться. Я поняла. Я даже с чего ржала. Там был комментарий, типа. Я вот так вот вчера ржала, просто слава, милая. Я даже прочитать до конца не могла, потому что я ржала в голос. Кто-то написал комментарий, представляете? Пока она смеется, скажу, он ходил в душ друзьям и жаловался на то, что там, типа, не очень чисто, тараканы, хотя самка говорит, что жил вообще на улице в Макдональдсе и всё такое. Короче, кто-то в комменты пишет, представляете, к вам, типа. Сука, это просто взрыв вообще. Давай я в тебя взгляну. Короче, комментарий такой. Представляете, если к вам с улицы придёт. Сука, почему мне это так смешно. К вам с улицы придёт бомж и будет говорить, типа, почему у вас тут так вязать. И будет недоволен, что он не очень чистый. Сука, ну ведь это так и есть. Просто он реально, ну вот, я ничего. Мне очень жалко людей, которые живут на улице. Я не над этим смеюсь, я смеюсь над ситуацией, как он это всё выставляет. Что я жил в Макдональдсе, просто на улице умывался, там зубы чистил. Просто, говорит, там, аж все свои грязные дела. А потом я пришёл, и мне, кому такое понравится, тараканы? Да, не самые лучшие условия у него были для мытья. Но на самом деле, там очень много всего, на чем можно проораться. Я просто, слушай, мне было очень тяжело успокоиться, я это еле Славе прочитала, реально. Ну блин, самое ужасное это интервью у Амирана. Ну не интервью, а шоу. Вот реально. Ужас. Это просто крэш. Настолько... Знаешь, что самое ужасное? Он, Яна, обвинял в том, что он крадёт якобы идеи, хотя Яна их не крадёт, а просто вдохновляется, можно так сказать. А сам признаётся в том, что он перебивает биты уже известные. Да. Чего? Я извиняюсь. Это, вообще-то, гораздо хуже, чем вдохновиться каким-то роликом. Тем более, Ян снимает типа а-ля челленджи, которые снимают все, а ты тупо берёшь бит, переделываешь его и называешь это своим. Учитывая, что ролик так или иначе в любом случае получится другой, даже если ты его скопируешь как-то. А биты, ну как бы... Ну слушай, о чём уж говорить. Ну просто ужасно невоспитанный человек, и я понимаю, что как бы от осины не родятся апельсины. Я не удивлена, что вот как бы есть такие люди, просто значит родители изначально были такие. Я никому зла не желаю, я просто хочу, чтобы люди адекватно относились к вещам и не вели себя так ужасно. Изначально, до всех этих разоблачений, могу сказать, что контент меня их не привлекал. Я даже, ну я знала их из ВПШ, где-то увидела, залезла, посмотрела. Никогда бы в жизни на такое не подписалась, потому что я больше за вдохновение, самореализацию, ещё чего-то. Я очень редко смотрю какие-то юмористические ролики. Если смотрю их, то это только качественно сделанные, милые, типа юмор такой благородный, можно сказать. А вот это вот люди изначально смотрят, и мне кажется, что это не совсем ок. Ну, не знаю, не моё. Понятно, что у всех разные вкусы, это понятно. Ну, как бы мне тоже такое, то есть, ну не очень нравится. Но, например, я с удовольствием смотрю там Иду Галич. Ну, Иду Галич, я извиняюсь, она не мерзко делает. Ну да, она может даже как-то пошутить, может быть, где-то там и с матом, может его запикать и всё такое. Я про это ничего не говорю. Но это реально смешно, но это при этом сделано качественно, хорошо, это приятно смотреть. Это реально как какой-то анекдот тебе классный рассказали. А это, это просто какое-то, ну... Пошлятина. Ну да. Очень странная. И я такое не люблю. Просто обидно, обидно, что люди, большая часть людей, население это любит, это хочет. И вот даже Слава говорит то, что просто 90% в мире населения людей, они такие, вот они любят вот это, вот эту всю срань, то, что вот идёт конвейером, вот так, они это любят. Даже мы с тобой смотрели два с половиной часа. Ну как нам не посмотреть, нам... Если бы, знаете, если бы я, опять же таки, не была блогером, я бы, наверное, не стала смотреть. Потому что я посмотрела для того, чтобы вообще понять, о чём сейчас люди говорят в интернете. Чтобы я была в курсе, потому что всё-таки мы же в интернете находимся, нам нужно за этим следить. Я хочу узнать только один ответ на мой вопрос. Вот это видео Никиты Лола, это постанова или нет? Нет, я знаю, Олег этот и вообще их компашка, она... Это может быть реально, они планировали это сделать, может быть такое. Но я думаю, что... Но это же такой грязный хайп. Это уже, это даже, мне кажется, знаешь, вот эти вот то, что он говорит, где они там курят, что-то употребляют и всё такое. Это типа всё было специально снято с 10 дублей. Я думаю, что не верю я в это. Ну это что за бред? Я тоже в это не верю. Во-первых, как он там говорит, мы ничего там не употребляем. Даже посмотреть влоги ваши, по-моему, видно, что вы что-то употребляете. Человек, который ничего не употребляет, не будет так общаться, так разговаривать, так себя вести. Это, ну, как бы реально с психикой проблемы. Как он говорит, там, у Амирана, что я не понимаю, почему у меня меньше просмотров, хотя мой контент лучше, чем у тебя, Ян. А я не понимаю, почему у них больше просмотров, чем, допустим, у добрых, я не говорю сейчас даже про нас, чем у добрых каких-то прекрасных блогеров. Ну, потому что грязь людям интереснее, понятное дело. Ну да. Это обидно, но понимаешь, ты же знаешь, что все это, можно сказать, минутная слава, которая пройдет. Я не понимаю, почему эти люди не думают о будущем, они думают только о том, что сейчас, чтобы сейчас больше заработать, больше похайпиться. Я, например, вот когда что-то делаю, я думаю о том, вот ребенок мой вырастет, узнает об этом. Интернет, это же реально то, что ты выставляешь, это в свое время всегда. Может, они шаются в суре вообще какие-нибудь. Ну, какая разница? Просто они еще молодые, вообще совсем маленькие. Я не говорю, что мы какие-то мудрые, взрослые, но в моем возрасте, мне вот скоро 22, мне хватает мозгов, чтобы думать над тем, что я выставляю в интернет. Раньше было такое, когда я была помладше, мама мне могла сказать, типа, ой, Юль, ну вот такое не надо, наверное, выставлять. Да, такое было, и я очень рада, что моя мама как бы мне советовала, потому что когда ты ребенок, ты можешь что-то выставить, не думай об этом. А потом, через несколько лет ты жалеешь об этом и думаешь, блин, как так? А интернет все помнит. Я понимаю, для чего они это делают, но я не понимаю, почему они не могут постараться добиться каких-то успехов, какой-то популярности, другими вещами, добрыми, какими-то хорошими. Просто для этого нужно больше работать. Вот и все. Слушай, ну им, понимаете, ребятушки, когда ты трешовый блогер, у тебя не может быть крутых проектов, и поэтому ты вынужден рекламировать ставки. И там платят даже гораздо больше, чем нам, например, какие-то прекрасные бренды. А там у них, там, не знаю, за сториз может быть 300, 400, 500 тысяч рублей, за одну сториз они рекламируют этих ставок миллион раз в день. И поэтому у них уже неправильно выбрана дорога. И реально, вот, пока у них есть эта популярность, они будут рекламировать вот эту вот, страдать будут их подписчики, а на них остаются подписаны быть. Я вообще не понимаю людей, которые не уважают себя и остаются подписанными на блогеров, которые постоянно рекламируют эти ставки. Вы же знаете, что это гон. Почему вы остаетесь подписанными на блогеров? Я вообще этого не понимаю. Ну, типа, блин, они обманщики. И о чем вообще можно говорить? Как можно вообще говорить о Боге? Когда ты такой образ жизни ведешь, обманываешь людей. Зато у каждого воскресенья ходит церковь. Ну, это все показуха, я считаю. У меня жар, наверное, реально прорезался. Нет, ходит-то ходит, но я говорю, это все показуха. Как он там превозносит Бога, говорит про него, пап, это тоже, извините. Нет, я ничего, я не трогаю там ничего, веру, я сама верю в Бога, но я не хожу, не говорю на каждом шагу об этом. Ты же, ты веришь в Бога? Я верю в Бога, он мне помог. Но это неправильно. Зачем так делать? Бог, это, как он сказал, там, это что-то личное, там, да? Это личное. Зачем ты так об этом говоришь? Как минимум уж не говори, это настолько абсурд. Это интервью, и там его спрашивали. Я говорю о том, что абсурд делать такие поступки в жизни и говорить про Бога что-то. Это для меня абсурд. Столько грехов человек совершает просто ежесекундно. Я уже не говорю там, да, сколько он всего совершил. Но, типа, даже если говорить про мат, это тоже грех. Понятно, что мы все грешные, да, там, у нас у всех были какие-то такие моменты в жизни. Но есть люди, которые стараются все-таки выбирать правильную дорогу, чистую, да, все такое, без этого. А есть люди, которые верят в Бога, но при этом совершают столько вообще поступков отвратительных. Вот есть такая классная фраза. Пока человек не добился успехов в своем деле, тебе пофиг, какую бы фигню он ни делал, тебе пофиг. Допустим, блогер отстойные войны снимает. Пока у него 3000 подписчиков, тебе все равно. Как только у него 3 миллиона, тебя начинает бомбить. И вот здесь, наверное, у нас то же самое. Мы не понимаем, почему такой трэш-контент любят и обожают. Ну, то есть, поэтому мы это и обсуждаем. Да, поэтому, ну, я думаю, что если бы там Никита не начал вот это вот видео снимать, да, не рассказал вот это все, наверное, мы бы даже и не сидели, ничего не обсуждали, потому что, ну, как бы нам максимально все равно на этих людей, ну, оболтаем о них, но нам все равно. Я имею в виду, что все равно в том плане, что я знала про ограбление, это видела, но я как бы не подписывалась. Я это увидела, подумала, ну, жесть, ну, и ладно, пофиг, забыла. Но поскольку так вот начали события все происходить, мне стало интересно вот с Кариной тоже обсудить эту тему. Для вас тоже, чтобы вы послушали наше мнение, потому что я это даже... Мы это даже говорим не потому, что мы хотим там на этой теме куда-то похайпиться. Нам это вообще, ну, как бы, блин, мы такими вещами не занимаемся. Но я просто переживаю за людей, которые растут за поколение. Я не говорю, да, что я такая вся прям мать года, да, Святош. Нет, но мне просто обидно за людей. Я думаю о том, что когда у меня будут дети, в каком поколении они будут жить, какие люди будут окружать моих детей. Я, ну, реально за это боюсь, потому что я понимаю, что вот это вот говно, которое делают вот какие-то там блогеры, ну, люди хавают. People have it. И для меня это немыслимо. Просто, просто расстроена, что такое вот у нас творится. Но в любом случае лучше, когда есть какой-то скандал, чем скучно совсем. Хоть поболтали. Это да, реально, живем от скандала до скандала. Что было до этого, я уже не помню. Да пофиг, на самом деле Никита Лол не лучше. Ну, типа, сейчас, знаете, все переключились на Никиту Лола, а он там показывает тоже не самые правильные вещи. Ну, типа, нашли такого же очередного парня, неправильного, можно сказать, за которым начнут следить. Нет, просто так как он как бы выставил всех ребят очень плохими, поэтому на их сауне он не выглядит таким плохим. Но судя по тому, что они тоже как бы ведут так себе образ жизни, ну, это уже личное дело каждого. Просто я к тому, что это не значит, да, что вот все, кайф. Ну, да, и не будем забывать, что именно он, типа, помогал во всем этом. Ну, да, это тоже как бы такие себе поступки. И, ну, как минимум он об этом рассказал. И как максимум он это сделал неплохо. То есть, как бы, смешно, забавно. Шампанское с бассейном, это вообще мем года. Да, теперь хочется шутить только про шампанское с бассейном. Знаете, на самом деле надо быть очень таким талантливым человеком, чтобы из обычного голосового сообщения сделать мемасик. И люди молодцы, подхватили это и в комментариях. Не, я думаю, что Никита все-таки талантливый парень. Ну, как бы, я его просто знаю очень давно, мы очень давно как бы дружили. Мы виделись, да. Да, потом мы перестали общаться в какой-то момент. Ну, я много с кем перестала общаться, на самом деле, с кем раньше дружила. Не потому, что они там какие-то плохие люди. Нет-нет-нет, просто я сама там выросла, у меня там отношения начались, жизнь поменялась, там свои какие-то заботы. Ну, более взрослая, другая жизнь, короче. Закончились вот эти гулянки, тусовочки, там и все такое. Поэтому как-то перестали со многими общаться. Но думаю, что Никита талантливый парень, но ему нужно все-таки постараться, я думаю, делать более добрые какие-то вещи, более добрый контент. И постараться не хайпиться на грязи. Я понимаю, что хайп, ну, важную роль играет. Даже если говорить, знаешь, когда я с парнем рассталась, у меня тоже тогда был какой-то хайп. Но это такой хайп, он, знаете, вот, ну, однодневный, можно сказать. Про тебя все говорят, а завтра ты никому не нужен, потому что появляются другие какие-то ребята, другие какие-то хайпы, истории. Но это все однодневка. А потом что? А были ли люди, которые быстро взлетели и долго держатся на плаву? Я не знаю. Обычно реально те, которые самые популярные, типа, как Катя Клэп, они годами к этому шли и сейчас годами остаются в тренде. Да, а так и есть. И у этого человека будет репутация всегда, ну, работящего блогера, который очень давно занимается, идет к своей цели, работает с крупными, крутыми брендами. Все уважают Катю. Ну, то есть, таких блогеров тоже очень много, поэтому, если вы хотите стать популярным, известным, лучше выберите сложный путь, но тот путь, который потом будет вас кормить всю жизнь. Да. А не тот путь, который вы забыстро станете популярным, богатым на пару месяцев, максимум год, там, я не знаю, мне кажется, что это такая история не очень долговечная. А потом просто что вы будете делать? Ну, пока ставки можно рекламировать, по закону даже, по-моему, их нельзя. Вообще, это законно, незаконно, мне непонятно, если честно. Ну, короче, ребята, да, напишите в комментариях вообще, что вы думаете, какие у вас там мнения, реакция, как вам вообще вся эта ситуация. И, да, и, пожалуйста, никогда не играйте на ставках, это фигня вонючая. Правильно, Соболев про это видео снимает, что, вот, если хотите денег, то это только заработок, честный заработок. Никакие ставки, вот, 60 тысяч за секунду сделать нельзя на ставках, поверьте. Ну, в общем-то, всё. Будьте аккуратны, мои хорошие. Не нарушайте законы. Конечно. Ой, ребята, добрый день. Мы пришли гулять с Личунькой. Да, вышли. И начали обсуждать с Юлей прикольную тему инстаблогеров, которые продают чек-листы, которые постоянно друг у друга рекламируются, да, пишут длинные посты и очень, ну, и посты странного содержания, типа, как распознать дурака среди мужиков, как там, пять способов понять, что ваши отношения, там, какие-то такие. Зашли в тупик. И, если честно, мне это уже так надоело. Я капец как обожаю наших блогеров, ютуберов, которые также в инстаграм еще публикуют и ведут его классно. Для меня они из детства, что-то такое родное. Ну, да. Сейчас то, что новое появляется, я не спорю, есть крутые блоги, я не про все. Но вот эти вот, я даже уже об этом рассказывала где-то у себя в инстаграме. Ты прикинь, есть чё? Есть чек-лист, как заснуть быстро. От блогера. И у нее там... Ты же мне говорила, там дыхание какое-то надо правильное. Фигня всё. У нее 10-минутное... Нет, это я тебе говорила другое. Ой, нифига, а что это у вас, типа, садик какой-то? Садик прям или просто комната, где детей ставить можно? Это как садик, но это частный садик. Короче, она записала 10-минутное голосовое сообщение, под которое можно засыпать. Типа там, ложитесь, засыпайте, там, думайте о хорошем. И настолько убого. Я тебе скину ссылку, посмотри видос. Я уехаю это у какого-то блогера, типа, обзор на это всё. У Кати Коносовой. Это просто, я думаю, господин, ёк-макарёк. По поводу длинных постов, просто иногда, когда есть какая-то тема, которую реально хочется рассказать, то да, ну, учитывая, что у нас и видео, и сторис, ну, как бы, ну, вот тоже. Иногда проще словами рассказать, чем в тексте описать. Ну, то есть, со словами ты это с эмоциями скажешь, там, на видео каком-то. Я поэтому IGTV-видосы стала снимать. Да, я думаю, что вот эти IGTV как раз идеально подходят к этому, чтобы просто заменить текстовые посты. Тем более, я не так круто пишу, поэтому. Это прям реально превращается в какой-то блог. А мне хочется, чтобы инстаграм был визуально красивый, и просто, чтобы люди заходили и видели, что, о, это наша Юлька, типа, написала, что она вот только что сходила там в кино, ей фильм понравился. Ну, допустим, каких-то таких живых. Как старые добрые времена, знаешь, потому что это сейчас стали популярны эти лонгриды, но фиг знает, я просто раньше тоже старалась писать длинные посты, но я просто понимаю, что это все крутые блогеры, вот, американцы, которые... Люди к фу! Как, типа, Логан Пол, ещё какие-то крутые реально звёзды все. Никто не пишет длинные посты в своём инстаграме. Какая-нибудь Кэндал Дженнер пишет смайлик, и всё, она взрывает все тренды. Я не говорю, что я Кэндал Дженнер, но просто хочется себя больше ассоциировать с таким. Ну, на самом деле, что бы ты ни написал, не факт, что тебе поставят лайк за то, что ты написал. Вот, реально, у меня есть посты, где я, допустим, выставила просто классную фотку, и туда там сердечко чёрное поставила, знаешь, смайлик, реально. И всем так нравится, все оставляют комментарии. А есть посты, где, может быть, даже фотка тоже неплохая, и я там какой-то текст написала, но всем пофиг. Да. Ну, поэтому тут как бы тоже такое дело. Посты, я считаю, что надо писать, когда вот реально, ну, хочется написать что-то, вот прям, что-то, по-моему, он домой хочет. Нет, Лютик, идём ещё гулять. Миски, миски. Я не против, когда нет солнца сильного, но хочется, ну, как-то осеннее настроение, но при этом не унылая какашка, понимаешь? Не знаю, мне очень нравится. А у меня прям унылая какашка. Я не очень люблю такую погоду, потому что прям холодно, неуютно, знаешь? Ну, всё, 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 хорошо, что было в этот момент? Он домой точно хочет. А он боится, видела взрывку, петарду взорвалась? Когда он слышит петарду, он, капец, боится. У нас Вива не боится этого. Она зла. А я вообще не знаю, чего Вива боится, кроме того, что пойти гулять. Ну, ещё когда ты говоришь, это кто такой сделал, это что такое, Вива? Да, ещё этого. Я пытаюсь тебя спародировать. Это что такое? Ага. Ну, так я говорю. Она уже знает эту мою интонацию. Да, они очень хорошо интонации распознают, потому что если я говорю Лютик, гулять, чтобы я не сказала такой интонации, типа... Да-да-да. Да-да-да. Курсель! Он такой-такой сразу, типа, а-а-а, ты гулять имела, милая. Да-да-да. И всё, мне на арку. Я люблю, когда петарду взрывать. Ты можешь сама, кстати, ходить. Когда устала гулять с собакой, просто кидаешь петарду, он сразу домой. Всё, пойдём. Я всё. Сейчас, короче, у нас такой план. Поедем... Мы были с Кариной и братьев Караваевых, взяли там кофе, еду домой я взяла. Сейчас доедем до дома. Оставлю дома еду, в холодильник положу. Ну... Кофе взять? Кофе там нету. И поедем, короче, в продуктовый магазин, потому что надо купить продуктов домой. И тебе тоже надо, да? Ну, может, что-нибудь куплю, но вообще нет. Но дому куплю, по-любому. Конечно. Волнуешься увидеть меня с винирами? Конечно. Я, на самом деле, очень переживаю, потому что даже когда Люсичу Ботину встретили... Да. Она такая, типа, мне так отстойно сделали виниры, нет, вот так она так переживала. Она говорит, типа, я вообще в шоке, мне сделали их не такими, какими я хотела. Поэтому после этого еще вдвойне стало страшнее. И на самом деле есть виниры. Вот я не помню, когда сделала себе Ивлеева виниры, капец как мне не нравилось. Сейчас я уже привыкла. Мне постоянно присылают в директ всякие видео каких-то блогеров про виниры, где тебе рассказывают. Кто-то говорит, что это ужас, рассказывают свою историю, присылают какие-то сторисы блогеров. Какая девочка... Месиво уши. Я знаю, когда какая-то девочка, значит, выставила сторис, типа... Я знаю, что правильный прикус влияет на практически весь наш организм, на суставы, на позвоночник. Я это знаю. Типа, вы не думайте, что я там какая-то тупая, просто гонюсь за идеальной улыбкой. Я просто знаю, что я не буду ставить второй раз брекеты, поэтому в этом, ну, нет... Ой, да, извините, в третий раз брекеты я ставить не буду. На самом деле, все эти видосы про что-либо в интернете всегда нужно смотреть от многих блогеров, потому что я видела... У меня есть видео про мою операцию на глаза. Я там сказала, что у меня был офигенный опыт. Какая-то девочка, как ее зовут? Алиса Виме... А Виме Лиса. Она сняла видео, в котором она полностью разочаровалась в этой операции, в клинике, как я ее правильно сделала. Я посмотрела, меня это взбесило. Я думаю, ну, ё-моё, почему... Ну, там что-то, я не помню, что-то меня взбесило в этом видео. Ну, понятно, это же зависит от разных мелочей, от того, как ваш организм к этому отнесется, к любой там операции, любому вмешательству. От врача, конечно же, тоже все зависит. От того, как вы следили за собой после, там, те же зубы поставят. Зависит от того, как я буду за ними ухаживать. Я тут недавно начала увлекаться всякими космическими... Космическими? Только недавно? Я посмотрела, как там все на... Там... Как это называется? На станции. Ага. Я офигела. Где я посмотрела? Просто на канале. На канале, знаешь что? Нет, вы не подумайте, я не тупая. Просто мы с тобой смотрели этот сериал «Сотня». Да. Где половина сериала в космосе. Да. Они там ходят нормально, ничего не летают. Оказывается, там всегда летаешь. Нет, как бы я не тупая, вы не думайте, может быть, где-то в голове... Почему? Типа невесомость? Там везде она. Ты не ходишь. То есть вся сотня. Ну, я не знаю, может быть, и можно. Я вот смотрела «Сотню», и, в принципе, из-за вот этого как раз сериала, я даже подумать не могла, что там типа, ну, по идее, летают везде. Я посмотрела обзор на космическую станцию от НАСА, там, космонавт. Ну, я думаю, что если бы можно было ходить в космосе, они бы ходили в космосе. Давайте покажу, в чём мы с Юлей отличаемся. У меня включён обдув, а у неё горят, ну, нагрев сидения. У тебя 19, а у меня 29. Да. Вот этим мы отличаемся. Мы обсуждаем чёрное зеркало и едем в продуктовый магазин. Могу сказать, я посмотрела две с половиной серии, мне не понравилось. Но мне есть правила трёх серий, пока я не посмотрю три серии, я не говорю ничего. Ну, не строю мнение финальное. Ну, как я и сказала, там каждая серия, как отдельный фильм, она не зависит от чего-то там. Поэтому мне и не понравилось. Я Юле сказала, я люблю сопереживать герою, мне нужно в него влюбиться и как бы подружиться с ним. И всё такое, возможно, поэтому мне не так заходит. Вот. Я больше вот, типа, друзья люблю, ходячие мертвецы, где из сезона в сезон, там, ну, реально. А это просто другое, понимаешь? Кстати, ты знаешь, я досмотрела же сотню. Я тоже. Я знаю, мы не обсудили. Ну, ты достала уже улетать. Офигеть же. Слушай, фигня полная. Да ты гонишь. Я вообще не врубилась. Вот, блин, вот кто смотрит сотню, мои хорошие. Терпение вам. Потому что такой, блин, бред. Мне не понравился конец, потому что я вообще была уверена, что я смотрю последнюю серию, последнего сезона. И я знала, что ты. Я сказала Славе, меня не трогай в ближайшие часы, все, я запаслась вкусняшками, у меня прям настроение, все, последнее, что я буду делать дальше. А потом оказывается, что мне нужно еще год, если не больше, ждать, чтобы узнать, что там дальше. Я такой не люблю. Слава Богу, последний сезон. Ну, да. Ну, просто, как правило, я забываю вообще, что там было, когда вы ходите. Я такой не люблю. Ладно, мы обсуждать, мы все равно. Многие, наверное, не смотрели этот сел. Кстати, извините, я просто без макияжа сегодня, даже без туши, поэтому я... Сейчас даже не видно. Ну, я просто, ну, весь, типа, когда мы... А, когда видите, да. У меня как будто пальца нет, посмотри. Ужас. Сиска. Весь день я не красилась. Скоро мы пойдем на маникюр, скоро я нас пытаюсь записать. Ага. Сначала мы пойдем посмотрим новый айфон. Я его уже смотрела, трогала. Ого. Дело в том, что Карине нужен новый телефон. Очень нужно. Очень нужно. Это реально так. Поэтому я жду, когда ты его купишь, и я буду в него играться. Вот за 131. Ну, доставай его, вытаскивай. Его можно вытащить. Ага. Я говорю, Карине, давай тебе айфон купим. 131. На 512. Как везде. Может купить? Да возьми, конечно. Она хочет поехать в Европу куда-то. Специально взять, короче, билеты. В отель куда-то специально. Куда-то специально поехать в отель. Ну, короче, заморочиться хочет так. Все только для того, чтобы купить айфон за 100 тысяч, а не за 130. Мой. Все, ушло. Не надо мне, только не фоткай удали потом. Я не фоткала. А что, камеру проверяешь? А, то есть, на ней кто сидит. Ну, как? Сейчас посмотрим, насколько я урод. Зеленый. А это 11. Посмотри. Мне больше нравится на моей. На восьмом. Да, это ужас какой-то. Он тут более желтый какой-то. Ну, это потому что включен в этот желтый экран. У меня просто синий экран. Смотри, как далеко. Как же, для селфи вообще. Как будто тебе кто-то схваткал. Бери, 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 бери. Вот. А это этот. Что за канал у вас? Да просто канал. Сколько подписчиков? Да, немножко, совсем чуть-чуть. Я, мне нужно, наверное. Да, чуть-чуть. А это что? 11 Pro. Это Max. А это Pro просто. Не Max. Вот поменьше. Это что? Ну, в общем, странный. Две камеры. Так было же и так две камеры. А можно вас снимать? Решу. Юля Пушман. Да, чуть-чуть, говорю же. Вообще чуть-чуть. Да еще долго, блин, до заветных 10 лямов. Ох, Ивангай. Да. Ох, Ивангай. Надо посмотреть сегодня. Кого смотришь? Как тебя зовут? Андрей. Приятно. Смотрю пози Тихона. Потом камера. Ну, там разные там. Дима Маслников. Угу, знаю. Классное веще у него видео. Кто еще? Хаймана. Ань, стасамку смотришь? Нет. Ленихка сейчас смотрю. Ага. Беззэхай. Потом. Миша Литвин. Эдвард Билл. Потом. Как его? Марвин. Если сказать, с такого. Руфер. Прикольно. Ну, я не помню, та шоколадка. Ну, прикольно, спасибо. Посмотрю, ребёнка. Это видео уже завтра будет на её канале. Прикольно. Ну, ты разрешаешь, да? Да, ничего. Спасибо, братан. Все, класс. Нормально. Очень странная камера. Что за бред? Будем пообщались? Давай бери айфон, брат. Нет. Мне не нравится камера. Что за бред? Ну, ты же всё равно будешь брать новый айфон. Тебе она понравится. Ты привыкнешь. Вот увидишь. Ненавижу привыкать к чему-то. А, я просто не накрашенная. Может, это какая-то? Надеюсь, проверю на всякий. Хочешь сама запишешь? Здрасте. Изучаем. Я просто не знаю. Да, для своего канала просто. А, канал, что канал? Да. Просто видосики снимаем. Видосики? Да, да. Сколько подвечек? Почти два, да. Почти два? Да. Миллиона или просто два? Почти два миллиона. Нормально. Такой маленький канал. Стараюсь, да. Очень маленький. Нормальный. Нормально. Так. Ну, что ты возьмешь? Или как я хочу уйти сюда? Нет, просто пока смотрю. Я сейчас проверю свой банк. Я не знаю, сколько у меня денег. Ты можешь тебе это позволить врать, я знаю. Я не уверена. Ну, блин, 130 тысяч или сто. Или сто. Можно взять 44 гигабайта. И страдать? Что память? Нет, будешь страдать. Не надо. Да возьми и сними распаковку. Слышь, пока это в трендах. Давай, я тебе лайк поставлю. Хочешь, даже с историей рекламы сделаю? Мне? Да, твоему видео с распаковкой нового айфона. Скажешь плюс и минус. Брат, что ломаешься, все равно будешь брать. Ну, я не уверена. Хочешь, пошли за продуктами, подумаешь? Я хочу проверить камеру. Но она же все равно хорошая, ты же знаешь, что лучше. Проверяет камеру. Так, 0,5, 1. Шок, да? Ну, это же кайф. Ой, извините. Я не собиралась красить. Я хотел купить. Да забей. Что вот это у меня под носом? Прыщ. Точно. Да ладно, забей. Эти камеры это красиво. Это моя сковородка, я буду здесь пельмешки. Ну, почему нет? Ну, мы уже уходим. Да, да, уже посмотрели, там что-то запищало, мы испытали. Ну, я сейчас выгодь, сейчас оставайтесь. Да ладно, спасибо. Это самое, что хотел сказать, как назывались камеры, мне интересно. Юля Пушман, просто Юля Пушман. Сейчас он день такой. Завтра. Вот так и живет. На самом деле я, вот, я бы могла, может, снимать, если была на твоем месте, но меньше гораздо. Ты там снимала 8 минут, меня бы капец это смущало, если учитывать, что все смотрят. Тут даже в магазине можно снимать, просто говоришь охране, если что, мы просто для канала, ничего плохого, мы там, типа, будем снимать видео, как готовим продукты, закупаем, поэтому, ну, я не хочу снимать продуктовым, все равно, всегда страшно, что кто-то подойдет. Хороший, пока. Да, подожди. Мы сходили в магазин, купили продукты, их там целая куча. Что, верно, подтверждаю ее слово. Вот, поболтали сейчас в машине, потому что давно не виделись, но мы, скорее всего, в воскресенье пойдем на маникюр. Я не помню, у меня в воскресенье, по-моему, еще, да, по-моему, у меня еще будет влог. Ну, даже если не будет недели влогов, все равно сниму влог. Поэтому, вот, привезла Карину домой, сейчас мы с вами поедем ко мне домой и посмотрим, какие продукты я взяла. Ты молодец, ты чуть не заставила купить мне айфон, я была на грани, вот так вот. Я очень хочу, чтобы ты купила себе новый айфон. У тебя постоянно разряжается, я не в том смысле, что он плохой какой-то. Он отстой, подтверждаю. Но 30 тысяч стоит того, чтобы месяц подождать и купить дешевле. Тем более, мне сразу нужен на него хороший чехол, оригинальный. И я, как бы, планирую это купить сразу. Ты хочешь сейчас... А, ну тут понятно, ладно, тут уже чехол не чехол. Я хочу прозрачный чехол, да. А как у меня это не нравится? Ну, а смысл тогда цвета? Такой тоже красивый, но это... Есть такие чехлы, продаются разных цветов, может быть такой, но не знаю. А мне нравится, я тоже же сюда с прозрачным люблю ходить. А сейчас что-то мне нравится. Оригинальный? Не. 700 рублей стоит. А, ну да. Но он классный. Ну да. Знаете, мне вот это вот оригинальное, я просто учитываю, что я такой человек, что я реально люблю с прозрачным ходить, мне не нужен какой-то дорогой чехол. Я просто люблю, если и брать цветной, то чтобы можно было его потом снять, поменять на другой, а тратить деньги на какой-то оригинальный, учитывая, что я не фанат цветных чехлов. Хотя раньше была фанатом. Я помню, обзор на чехлы. Ну да, но мне их еще много присылали, все такое, на рекламу, по бартеру чехлы, это, конечно, мощно. Ладно, чего только не было. Так что посмотрим. Ну ладно, месяц как бы подождать, ну и 30 тысяч сэкономить, это ок, но сэкономишь ли ты 30 тысяч через месяц, вопрос. Конечно, цена не поменяется. В Европе он стоит, там не помню сколько в евро, но переводя на русские деньги, это в районе 105 тысяч рублей. Нет, вру, 115, а в Европе действует такс-фри, и можно оформить такс-фри, тебе вернется, и ты заплатишь типа 105, а не 130, плюс там мне по-любому нужно сразу чехол, потому что его ремонтировать, я извиняюсь, новый, надо будет, наверное, дофига денег, и поэтому нужно его обезопасить по максимуму, поэтому я не взяла. Да, но еще, если честно, я офигела от камеры, я офигела от камеры, она мне не то чтобы не нравится, но она другая, и я не привыкла к ней. И я почему не взяла даже вот, ну, по-моему, десятку, она как будто другая там, не знаю. Ну не, мне десятку очень нравилось, кстати, я смотрела сториз Юли Годуновой, потому что она тоже взяла себе новый айфон, и она снимала на восьмой в темноте, в темном помещении, типа в кафешке, на восьмой снимала себя, и там качество было не то, что там лучше, но картинка была светлая, ну, может быть, лучше качество, не знаю. И потом она снимала на новый, и была темная картинка, вообще ее практически не видно, типа было. На новой? В одном и том же месте, да, снимала по-разному, но на восьмой светлее было, чем на новой. Да. Ну, то, что светлее, но на заднюю, понятно, при свете дня вообще лучше, но в темноте он почему-то снимает не так ярко, как восьмой, например. То, что он автоматически кожу делает разглаженной, тоже очень странно. Да, я не заметила. Да, ну, короче, я как бы хочу новый, потому что он новый. Да. Не для того, чтобы выпендриваться, а потому что нет смысла брать старый iPhone, потому что, ну, они мощнее. Но, с другой стороны, камера какая-то очень странная, вроде крутая, а вроде отстойная, и непонятно, тебе нужно или не нужно. Мне восьмой полностью устраивает, единственное, что он уже, ну, тупит. Я все-таки юзаю его ненормально много. Ну да, три года точно. Нет, два года, но я юзаю его каждый день по часов девять. Ну, приблизительно. И от этого, ну, не все так юзают, согласись. Из-за того, что у меня вся работа там, и блогерство, и вообще, я люблю социальные сети и других блогеров, я его юзаю постоянно. Ну да, поэтому он тоже офигевает. Нет, тебе точно нужен новый, он на пять часов дольше зарядку держит. Нет, на пять часов, да, но он будет держать на двадцать часов больше, мне кажется, чем этот, потому что этот зарядку держит, типа, часа три. Ну, давай. Давай, Юли. А завтра что делаешь? Ой, надеюсь, что-нибудь полезное для своей жизни и этого мира, а ты... Как всегда, захватываю мир. Вот ты, give us a frame. Вот, наверное, give us a frame. Ребята, я тут каждый день на YouTube-канале. Итак, рассказываю. Прихожу, значит, домой. В общем, рассказываю с самого начала. Мы с Кареней поехали в Брати Карабаево. Я решила там не кушать, я решила взять еду домой, и Славе тоже взяла еду домой. Обычно я беру себе котлету, там, а Слава себе берет куриный шашлык. Я взяла набор гречка с котлетой и гречка с куриным шашлычком. Также я взяла маленькую посудинку с салатом coleslaw, который я безумно люблю, и Слава всегда видит, что я его всегда себе беру, когда ем котлету с пирожкой. Ну и вот, мы подъехали к дому с Кариной, я говорю, Славе, дай спустись, возьми еду, поставь в холодильник. И мы с Кариной поехали за продуктами. И что вы думаете, я прихожу домой, вижу, что в тарелке ошметки от салата, который я люблю, то, что Слава уже покушал. И я ему такая говорю, ты хоть салат-то не весь съел, ты меня оставил? Он такой, ой, я весь съел. А потом, я ему говорю, ты же знаешь, что я всегда беру себе этот салат с котлетой его ем. Он такой, ой, я и котлету твою съел, оставил мне шашлык куриный, который я, сука, никогда себе не беру. Вот это наезд. И сейчас мы минут 10, наверное, из-за этого выясняли отношения с Толпой. И почему про меня даже не подумал? Ну ладно, пофиг, съем кукуринь и шашлык. Как ты быстро осталась. Давайте посмотрим, что я привезла. Арбуз! О, нифига. Круто? Так ты попросила бы меня, я бы тебе нормальный арбуз купил, если ты хочешь. А я не цел нормальный, я цел маленький кусок. Я бы нормальный, огромный, вкусный арбуз. А то вот это что такое? Непонятно, вот, что это за арбуз. Сколько он тут стоит? А зачем просить? Меня никто не просил. Я видела, арбуз взяла, думаю, возьму арбуз. Молодец. Я говорю, вот этот арбуз непонятно что. О, малинки я люблю. Ага. Винограды. Сыр. Сыр. Винчик. О, спасибо. Охотничий колбаски и горошек. Чипы. Ну, в принципе, стандартный набор. Пойдем целоваться и обниматься. В общем, ребята, я уже смонтировала влог, который вы только что посмотрели. Дошли до конца, за что вам большое спасибо. И, конечно, я всегда снимаю весь день. Потом у меня садится камера, и поэтому я что-то записываю уже после того, как заряжаю камеру. И это как раз тот самый момент. И влог получился очень длинный. Надеюсь, что вам это нравится. Надеюсь, что вы досмотрели его до конца. Раз вы смотрите этот момент, значит досмотрели. В общем, спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, никого не обидели, потому что, знаете, всякое бывает. Безумно вас люблю. И до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok